В 1939 году немецкая экспедиция в Антарктиду обнаружила большие каменные плиты с древними письменами. После этого немцы начали отправлять туда тайные экспедиции. Они спешили освободить место и начать пользоваться тем, что нашли. В пещерах немцы увидели артефакты древней цивилизации. Это инопланетная группа, потерпевшая здесь крушение 55 тысяч лет назад, а когда-то населявшая Марс и Малдек. Они вынужденно путешествовали после войн и катастроф на этих планетах, спровоцированных в основном их же собственными деяниями полмиллиона лет назад. Мы их называем приодомитами. Их рост от 3 до 4 метров и у них удлиненные черепа. Они очень длинные, худые и тонкие. На животе у них был дряблый мешочек. Кровная линия Кабал, тех, кого мы называем иллюминатами, они ведут свою родословную спреодомитов. После бедства с Марса и Малдека сначала какое-то время эти беженцы провели на Луне. Затем они были вынуждены улететь и покинули Луну, где, по-видимому, подвергались нападениям. Но их космические корабли были слишком повреждены, чтобы оставить нашу Солнечную систему или добраться до другой планеты. И когда их корабли потерпели крушение и совершили вынужденную посадку на Земле, они решили обосноваться в основном на одном континенте, в Антарктиде. Книга Еноха, впоследствии изъятая из Библии, подробно рассказывает о Люцифере и падших ангелах. Это история о расе гигантов, разбившихся на Земле и ставших каннибалами, очень враждебными по отношению к людям. Они выбрали для жизни на Земле Антарктиду, которая была тропиками до того, как Земля изменила свою ось. Северный полюс до потопа был примерно в середине Гренландии. И представляете, если Северный полюс сместился на север, примерно на 2000 километров, то северная конечность Антарктиды, где сейчас находится пролив Дрейка, в то время была примерно на широте Сантьяго. Значит, там был нормальный климат, можно было жить. В те времена в Антарктиде были тропики, там росли пальмы. Сейчас эта Земля находится на глубине около 5 километров подо льдом. Сейчас к тому месту проложен огромный туннель, и там ведутся раскопки. На нашей планете есть много мест, где много известняка. Известняк легко вымывается водой, и так возникает множество естественных пустот. Гиганты зателяли такие пустоты, поскольку нуждались в защите от Солнца. У них было три огромных материнских космических корабля. Единственной оставшейся у них технологией была та, что имелось на этих трех космических кораблях, упавших здесь. Это все, что у них осталось. Поэтому, как только они потерпели крушение, им пришлось разбирать свои космические корабли и приспосабливать технологии для целей выживания. Их корабли были очень повреждены, и они приземлились там, где смогли. Они разбирали корабли, чтобы использовать уцелевшие части и системы питания. Они стали создавать свой маленький анклав. Относительно небольшое число их людей выжило, и они приступили к клонированию. Они создали много новых тел, чтобы начать распространяться по всей Земле. Им потребовалось много времени для изменения ДНК так, чтобы они смогли жить на планете, дышать и не травиться тем, что может быть не ядовитым для земных обитателей, но токсичным для них. Очень долго они осуществляли программу по скрещиванию с землянами. Они скрещивались с земными женщинами, ведь в экипажах космических кораблей преобладают в основном мужчины. Они взяли рептилоидов, давно живших в Антарктиде, под свой контроль. А затем произошли два катаклизма, и преадемиты утратили власть и потеряли доступ к своим технологиям в Антарктиде. В этот исторический момент на Земле состоялось вот это разрушительное событие, которое называется Всемирным потопом. И очевидно, многие разные народы получили своевременное предупреждение об этом и предприняли какие-то меры для того, чтобы спастись. Очевидно, что этот потоп был вызван специально некими положительными существами, так же, как и другие катастрофы, например, Содом и Гамора. Эти события не являются мифами. Они происходили с некоторой периодичностью, чтобы снижать способность преадемитов контролировать нашу планету. В результате всего произошедшего, эти гиганты с вытянутыми черепами были почти истреблены, и лишь совсем небольшое их число все-таки выжило после потопа. Преадемиты изначально не могли очень успешно действовать в нашей окружающей среде. Они сотворили гибриды себя и людей, живших здесь на Земле. Поэтому их представители, выжившие в катаклизмах, в основном были плодами генетических экспериментов. Одна из групп обосновалась в регионах Центральной и Южной Америки, а другая группа абсолютно другой кровной линии оказалась в Азии и Европе. Они больше не могли посещать друг друга или общаться между собой. Они были разделены вплоть до середины прошлого тысячелетия. Когда мир начал оправляться от больших геологических катастроф, были регионы, выделявшиеся на фоне остальных своими возможностями, потенциалом и развитием. Страна, когда-то называвшаяся Шумером, за тысячи лет до Рождества Христова и ставшая потом Вавилоном. Вот почему Вавилон всплывает в текстах, написанных этими людьми столь часто. Получается, что в Древнем мире вдруг ниоткуда появилась чрезвычайно развитая цивилизация. Шумеры искренне верили в то, что их цивилизация появилась в результате некого уникального события, произошедшего в древности, что они являются потомками древних людей. Они считали, что эти люди прибыли сюда с других планет. Во всех древних источниках говорится, что в Вавилоне появилась некая нечеловеческая раса, которая смешалась с представителями человеческой расы, в результате чего возникли гибридные родовые линии, которые стали основателями монархической формы правления и права на власть. Группа, выжившая в Европе и Азии, в конце концов проделала свой путь до египетских фараонов. Посмотрите на Эхнатона, Нефертити, ее дочь Меритотон. К тому времени они еще сохранили удлиненный череп, но постепенно он становился короче. Их рост снижался, исчезал зеленый оттенок кожи. Некоторое время еще сохранялись узкая грудная клетка и дряблый мешочек на животе. То есть то, что отличало их от обычных людей на Земле. Военные специалисты имели доступ к таким интересным библиотекам, как, например, Александрийская. И конкретно указывается вот в этих документах, что вот именно те первые правители Египта, они были неким иным, как выходцами из других планет. Глядя на череп египетского фараона Эхнатона, мы видим, насколько он удлинен. Он не просто больше, он практически трубчатый сзади. Если внимательно посмотреть, то становятся очевидны физиологические отличия от черепа обычного человека. Их мозг был в два раза больше. Соответственно, наиболее умные из них могли иметь IQ, равный 300. И подобные черепа были найдены по всей планете. По всему миру в легендах говорится о том, что появился какой-то другой вид нечеловеческой жизни. Такие черепа были найдены в Южной Америке. Они были найдены в Греции, на Кекладских островах, в Эгейском море. Эти странные удлиненные черепа были найдены на раскопках в Сибири, рядом с городом Томском. Некоторые монгольские завоеватели также имели удлиненные черепа. Их находили в Европе. В начале 20 века их нашли в Южной Африке. И было очевидно, что эти существа были очень почитаемы в своем обществе. Они же были богами и в Мезоамерике. Очень удивительно находить в мифологии многих разных культур, от древних майя до древних египтян, древних индейцев, понятие о том, что Бог спускается с небес на Землю, со звезд, если хотите. По всей Земле можно найти подтверждение существования гигантов. Почти во всех легендах эти гиганты были людоедами. Они были очень злонамеренными. Подолговатые черепа, которые мы нашли, не только имеют большую черепную коробку, чем у современных людей. Но и глазницы их намного больше. Челюсть намного больше, и сам костный материал толще и тяжелее. Иногда на 60%, чем у современных людей. Эти инопланетные черепа находили повсюду. Не только в Перу, но и в Мексике, и в Египте, в других развивающихся странах. Чем больше мы копаем, тем больше находим. За 5000 лет эти существа построили огромную цивилизацию на Ближнем Востоке. Некоторые из них жили в Европе и в Азии. И эти разные группы фактически не контактировали друг с другом. Цивилизации, которые никак не соприкасались друг с другом, все обладали умением строить пирамиды. Соответственно, очевидно, что было какое-то инопланетное влияние. Внимательно изучая памятники всех древних цивилизаций, которые существовали на Земле и о которых мы знаем, становится очевидным, что те, кто строил эти пирамиды, владели продвинутыми технологиями их создания. Они имели эти технологии уже готовыми. Не было никакой постепенной прогрессии в их развитии. И очевидно, что эта технология не была локальной. Она имелась в разных местах. Этой технологией владела группа инопланетян-беженцев и даже несколько групп, которые пришли на Землю, убежав после поражения в космических битвах. Пирамиды строились инопланетянами с жреческой кастой, обладающей продвинутым знанием. Они возводили пирамиды, потому что такие сооружения являются концентрацией массы. Камни были очень тяжелыми. А сами пирамиды были религиозной математической структурой. Эта структура дает могущество, дает способности, которыми могут пользоваться построившие ее люди. В пирамидах проводили ритуалы потому, что в них создавались поля. Информационные поля, очень сильные. Их работа полностью выходит за пределы физической сферы, ведь форма пирамиды влияет на информационную часть Вселенной. Они нуждались в информационной структуре и информационном поле, которые создавались огромной массой, в конкретной форме, в определенном месте и времени. Это позволяло проводить церемонии, а также общаться с инопланетянами. Пирамиды усиливали психический талант или психические способности жречества, пользовавшегося пирамидами в своих целях. Они распространились по всей Земле. Они создали королевство на каждом континенте, в каждый отрезок времени. Они были лидерами, правителями, они имели гораздо больший объем мозга, заделились технологиями и поработили планету. Были династические браки распространения, не только в Египте, но и в других цивилизациях. И эти династические браки имели своей целью сохранить уникальный генотип, которым обладало это семейство. Семейство небожителей, спустившись на Землю. У них было правило не воспроизводить потомство с женщинами Земли. Но так происходило, что женщины все-таки рожали от них, и стала появляться новая раса полубогов. Приадамиды стали скрещиваться с обычными людьми на Земле, и появлялись различные типы гибридов. Некоторые гибриды были высотой с человека, но сохранили удлиненный череп и почти не имели волос. Поэтому теперь находят как останки потомков первоначальных гигантов, так и гибридов человеческого роста, но имеющих удлиненный череп. Около 15% генов первых фараонов не имели аналогов в человеческом обществе, в разных расах и цивилизации. А 15% – это очень много. У фараонов были еще дети от наложниц. И потом они перехватывали власть, свергали правителя, но они наследовали линию фараонов, образовывали новую династию. И вот одна за другой династией понижали градус. Вымывались гены фараона и приближались к геному простого населения. Из-за того, что наложницы являлись матерями затем вот этих новых династий, новых фараонов. И так вся династическая линия Египта постепенно угасала. Люди с удлиненными черепами продолжали тайно сохранять свою генетическую линию и находились внутри египетского священства. А затем, когда Египет стал совсем слабым, он был побежден Римом. Римляне пришли туда и заключили тайное соглашение с этими потомками приадамитов в египетском священстве, которые стали заинтересованы получить убежище в Ватикане. Перебравшись в Рим, они перенесли туда все свои древние книги. Эти древние тексты, которым было по 500 тысяч лет, полностью описывали их древнюю цивилизацию. Эти тексты изначально хранились в Александрийской библиотеке в Египте, а перед тем, как римляне ее сожгли, все самое ценное и нужное было изъято и перенесено в библиотеку Ватикана. Я разговаривал с высокопоставленными участниками секретных программ, которые лично видели и читали в библиотеке Ватикана эти древние книги, сделанные инопланетными цивилизациями, и некоторые книги воспроизводят голографическое изображение. До сих пор эти книги и документы находятся там, потому как и сейчас есть люди, которые нуждаются в них, имеют доступ к этим знаниям и понимают, что они являются потомками той внеземной расы, которая пришла сюда и имела удлиненные черепа. Вот почему эти люди до сих пор пользуются египетскими символами, а в Ватикане имеются сфинксы и иероглифы. Пирамида присутствует на большой печати США, изображенной на долларовой купюре, а египетские обелиски есть в столицах разных стран. И тогда римские монеты на одной стороне имели голову орла, а на другой – пирамиду. А вот серия итальянских монет, которая демонстрирует людей с удлиненными черепами в париках, чтобы это скрыть. Я исследовал итальянскую знатную семью из XIV века, известную как Клан Деистов. И этот клан имел очень прочную связь с Ватиканом. И если посмотреть на изображения Лионеля Деиста, его сестры, его жены, принцессы Деист, у них у всех причудливо вытянуты черепа. Рим превратился практически в глобальную силу, которая стала захватывать власть в Европе, но и во всем мире. Все завоевание мира происходило в первую очередь с помощью Рима и с помощью Ватикана. Рим был окружен Средиземным морем, и он нуждался в зоне сосредоточения, откуда потом можно было бы завоевывать Европу. Единственным реально подходящим для такой цели местом в Европе были Британские острова. Поэтому, начиная с 100-го года нашей эры, римляне занялись покорением Великобритании. На это ушло около 100 лет. Есть прямая связь между деловым центром Лондона, лондонским Сити, всеми банкирами и Ватиканом, поскольку все, что произошло, это они просто перебрались в Англию. В середине прошлого тысячелетия большая часть Европы была частью Священной Римской империи. К тому времени эти потомки приадамитов уже были глобальным правительством для Европы. Эти семейства начали распространяться по земле. Так они стали королевскими династиями мира. Они стали аристократией и королевскими династиями, заявляющими о праве на престол из-за своей ДНК. Посредством Великобритании, так называемой Британской империи, и прочих европейских империй, после переезда в Европу со Среднего Востока и из прочих мест, они распространили эти семейства по всему миру. Остатки знатных богатых людей, имевших эти странные длинные черепа, нашли недавно и в Европе. Во Франции были родословные людей, имевших причудливый удлиненный череп, и это были потомки клана деистов. Король Великобритании, Георг I, который начал править в 1714 году, тоже был прямым потомком людей из клана деистов. Многие ранее английские дворяне были потомками этого клана. Недавно выяснилось, что потомками этих людей с удлиненными черепами были и члены королевских семей в Норвегии, Швеции, Испании и Дании. Они стали проникать в европейские правящие династии примерно 2000 лет назад, и вот постепенно они захватили практически все царствующие династии. На протяжении всей истории эти родовые семейства навязывали миру мысль о том, что благодаря их генетической структуре благодаря их ДНК им дано право руководить всем человечеством. Во время правления королевы Елизаветы I в середине прошлого тысячелетия ее королевский астролог и советник в делах науки Джон Ди отыскал в библиотеке Ватикана древние документы. Эти документы описывают технологию связи с теми, кого эта родословная линия считает своими духовными существами и которые могли бы быть очень полезны им. Мы бы посчитали их демоническими, злыми существами. Эти существа могут становиться доступными через очень сложный комплекс ритуалов. Вы не можете просто попросить их прийти в этот мир и показаться. Для этого необходимо следовать разработанным сложным протоколам. Все, что находится в нашей реальности, является вибрационным информационным полем, резонирующим на определенных частотах. Поэтому наша ДНК это на самом деле волновое информационное поле. И невидимые сущности могут общаться с иллюминатами на недоступной обычным людям частоте. Эти архонты не имеют привычного нам физического тела. Большинство из них происходили из галактики Андромеда и пришли на нашу планету тогда, когда Земля была заключена в карантин. Они путешествовали по этой галактике и строили свою темную империю последние 8 миллионов лет и расширяли ее, насколько это было возможно. И на последнем этапе защиты своей вечно сокращающейся темной империи они выбрали своим последним оплотом планету Земля, которая считалась ценной недвижимостью в галактическом сообществе. Архонты хотели заполучить эту ценную планету для себя и сконцентрировали здесь все свои силы. Сейчас они контролируют человеческую цивилизацию. Этот мир в конечном счете манипулируется сущностями, находящимися за пределами человеческого зрения. Христиане называют их демонами. Мусульмане и доисламский мир называют их джиннами. У них много разных имен по всему миру. Гностики, древние гностики называли их архонтами. И эти сущности упоминаются по всей планете и описываются почти одним и тем же образом, часто в точности так же, используя лишь разные имена. И они оперируют в определенном частотном диапазоне. Такие же, как гуманоиды, в принципе, по размеру. Они визуализируются, потому что вибрируют на наших же частотах, обладают или технологическими способностями, или какими-то другими способностями камуфлироваться, скажем так, принимая форму гуманоидов. Это не люди, это в основном рептилии, но также и некоторые другие существа. То есть, существует определенная нечеловеческая живая сила, которая контролирует этот наш мир и пытается полностью его взять под тотальный контроль. Что же делают эти сущности? Они паразитируют на нашей человеческой творческой силе. Они манипулируют, контролируют и используют нашу созидающую силу. У человечества есть очень мощная творческая сила, и наши мысли действительно способны проявляться в реальности. Поэтому они всячески используют наше воображение и наше желание. Они специально создают различные события и используют нашу волю так, чтобы мы актуализировали и проявляли здесь все то, что нужно им. Создавая события и создавая определенные обстоятельства в жизни, они приводят человека в состояние низких вибраций, приводят его к депрессии. И эта депрессия генерирует энергию, которая им очень нравится. Им нравится страх, печаль, травмы и особенно слезы. Плача и закрывая лицо руками, человек отдает им свою энергию, называемую энергию луж. Это очень мощная энергия, которой они питаются. Темные сущности являются вампирами. Они высасывают нашу энергию через различные эмоции. Давайте рассмотрим Первую и Вторую мировую войны. Они все были инициированы мировым правительством. И сколько было сгенерировано страха и различных эмоций, которые являются производными от страха. Все это было спланировано специально для того, чтобы подпитывать низковибрационное поле на планете. И это происходит постоянно. Каждый год появляются какие-то новые способы создания страха и различных производных эмоций от страха в людях. Эти невидимые сущности не могут работать прямо на Земле. Они могут работать только через людей. При этом некоторые сущности являются положительными, а некоторые из них отрицательные. И во времена королевы Елизаветы ее придворный астролог получил доступ именно к негативным сущностям. Некоторые из них относятся к рептильному типу, и, проявляясь, они становятся похожими на людей, но имеют рептильные признаки, такие как вертикальные зрачки и чешую. Есть такие существа, как ваал, молох и другие, для которых они до сих пор проводят обряды. В богемской роще есть гигантский камень в виде совы, который приносит жертвы. И эти аристократические семьи, ставшие гибридами, постоянно используют рептилий, драконов и другие змей, подобные изображения на своих гербах или что там у них еще есть. И один из центров, как я уже говорил, это Лондон. Не Лондон целиком, Лондон как большая конурбация, но лондонский сити и темпл, который плавно перетекает в сити Лондона, естественно являющийся большим центром не только британских, но и мировых финансов. И как соответствующее, что у них на гербе крылатые драконы и знаки тайного общества рыцарей-тамплиеров, основной нити в паутине тайных обществ, как главный символ лондонского сити. Физические Архонты это те Архонты, которые воплотились на планете в физических телах. Это та же самая группа, что и не физические Архонты, та же семья души. Те же самые существа, которые имеют одинаковое происхождение и одинаковую энергетическую структуру. Одна часть группы Архонтов воплощается в физических телах в соответствии с потребностями их плана. Те существа, которые считаются приодомитами, с длинными черепами, являются лишь одним из множества различных генетических смешений в разных кровных линиях Архонтов. Они воплощались в Древней Египте, а затем в Средневековой Европе. А теперь Архонты имеют тенденцию воплощаться в основном в семьях черного дворянства, в основном в Италии, некоторые из них в Германии и во Франции. Но большинство из них все-таки сосредоточены в Италии, особенно в Риме. Эти семьи по-прежнему принадлежат тем же родославным линиям и несут ту же оккультную власть. Основные семейства черного дворянства Архонтов в Италии сейчас это Арсини, Половичини, Колонна, Массимо и Тарлония. Они контролируют население поверхности планеты. И когда они умирают, то просто снова присоединяются к нефизической группе Архонтов и продолжают свои планы там, на другой стороне, либо воплощаются здесь снова. Управляют миром только потомственные семьи, потомственные семьи так называемой черной аристократии. Они ведут свое родословное на десятки поколений вглубь веков. И к управлению миром допускаются именно такие люди. То есть другие не допускаются. Все эти династии являются потомственными сатанистами. То есть они и зачатия происходят в сатанинских ритуалах, и они постоянно общаются вот с так называемыми инфернальными сущностями. Изучая эти темные сущности из соседнего измерения и королевскую семью Великобритании, я прихожу к выводу, что королевская семья является зеркальным отображением паразитных сущностей. Я абсолютно уверен, что королева Виктория и королева Елизавета I и Елизавета II являются одним и тем же существом. Они умеют перепрыгивать из одного тела в другое. В момент смерти их душа покидает тело через глаза, и тут же она входит через глаза в другое тело, в тело младенца. Когда обычный человек проходит один цикл и начинает следующую жизнь, у него будет амнезия. И они сохраняют свое сознание полностью и, соответственно, не теряют всю память о прошлых жизнях. Они могут помнить все 7000 лет своей жизни. Они помнят абсолютно все. Каждый раз они воплощаются в человеческих телах, и процесс их воплощения координируется. У них есть эфирные и плазменные части тех же самых существ из того же семейства на эфирных плазменных планах, и они руководят процессом своего воплощения. Получается так, что конкретный Архонт рождается в конкретной семье с очень конкретной целью, поэтому эти рождения в большинстве случаев не случайны. Они спланированы заранее. Это происходит затем, чтобы выполнить очень специфическую задачу, которая является частью их общей стратегии в их плане доминирования на планете. Черная аристократия является потомками ближневосточных жрецов. То есть это были халдейские жрецы. Ну вот они создали свою паству, и на основе этой паства они пытаются теперь захватить мир. Ну а последний проект, который сейчас действует, это проект египетских царей-гиксусов, потомки которых и составляют основу черной аристократии. Так что вот этот проект действует до сих пор. Потомки этих людей обычно не баллотируются на выборные должности и остаются в тени. Их интересы представляют другие. Мои информаторы, которые встречались с этими людьми, сообщают, что некоторые из них до сих пор имеют удлиненные черепа. Это те, кто руководит иллюминатами. Да, есть еще остатки тех приодомитов. Они еще здесь, и они очень продвинутые и считают себя особыми, избранными людьми. Мы воспринимаем их как обыкновенных людей, которые случайно пришли к власти. В действительности же все совсем не так. Этим миром, нашим с вами местом жительства, если можно так выразиться, управляет сеть представителей гибридной расы, которая охватывает весь мир, если можно так сказать, которая работает как единое целое для того, чтобы поработить человечество. В определенный исторический момент произошло событие, которое кардинальным образом изменило существующее положение вещей и привело нас к той ситуации, в которой мы находимся и по сей день. Это был ключевой момент, когда колониальные державы Европы формально лишились своих колоний, и они до сих пор продолжают контролировать и навязывать свою волю этим странам. Таким образом, то, чего им удалось добиться на сегодняшний момент, является чрезвычайно важным для понимания того, как они управляют миром из центрального штаба. В настоящее время им удалось создать посредством транснационального сотрудничества семейную родовую линию и эквивалент секретного общества. В 1988 году газета New York Times опубликовала статью, в которой изучила родословную 40 президентов Соединенных Штатов. Выяснилось, что 13 из них происходят из европейских благородных династий, а в 2012 году девочка-школьница провела сложное генеалогическое исследование всех президентов США. Школьница из Солиноса, Калифорния, утверждает, что сделала важное открытие о президенте Обаме. Оказывается, он генетически связан со всеми президентами США, кроме одного. Она обнаружила, что у 42 из 43 президентов США был общий предок, английский король Иоанн I. Кстати, именно он признал Англию вассалом Папы Римского. Получается, что почти все президенты, которых мы когда-то имели, имеют общее происхождение. Кто-то тщательно следит за тем, чтобы именно их люди попадали на высшие должности во власти. И тайно влияет на политику в США. То есть вот сейчас такая ситуация, что с одной стороны все оставшиеся монархи находятся в их руках, с другой стороны управляют миром финансовые кланы, а президенты, премьер-министры, по сути дела, являются их марионетками. То есть они именно назначаются. Когда народы начали бунтовать против открытой королевской управляющей диктатуры, эти семейства, некоторые остались в королевских фамилиях открыто, до сих пор такое происходит. Но эти семейства стали политиками, банкирами, бизнесменами, став темными костюмами. Понимаете, я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим. Президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Вот человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые, и в темных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с черным, или с темно-синим. И начинают объяснять, как нужно делать. И это происходит от одной администрации к другой. Путин назвал эту силу бюрократами, потому что говорил с массами. И он очень просто объяснил массам людей, что происходит с выборами в Соединенных Штатах. Что как только избранный президент произносит присягу, его тут же связывают с агентами Киссинджера, которые ему говорят, что можно делать, а что нельзя. Соединенные Штаты и большая часть западных стран контролируются неизбранной силой, Кабалой. На ее вершине финансовый банковский картель с контролируемым нефтяным картелем и самыми мощными транснациональными корпорациями, основными разведслужбами, включая ЦРУ, ФБР и АНБ. Обнаружилось, что Кабала контролирует все мировые банковские системы. Они подкупили или скомпрометировали большинство мировых лидеров и шантажируют их. Она имеет мощные связи в десятках стран. Секретная команда свергает и влияет на правительство практически по всему миру. В основе стоят члены ЦРУ из Совета национальной безопасности и различные военные и гражданские чиновники, разведчики, бизнесмены и ученые. Это реальная структура власти, которую можно сравнить с расползающимся осьминогом. Они сколотили огромные состояния. Они могли использовать национальную безопасность, чтобы скрыть свою криминальную активность. Человек, который пытался остановить их, это был президент Кеннеди, и мы знаем, чем это закончилось. Он был убит, вероятнее всего, людьми Буша-старшего и могущественной группировкой американских нацистов, которая захватила США. Вокруг мир безжалостного заговора, который опирается на скрытые средства для расширения сферы своего влияния, на запугивание, а не на свободный выбор. Эта система имеет огромные человеческие и материальные ресурсы. Их деятельность тайная и скрытая. Убийство Кеннеди это начало ползучего переворота в Соединенных Штатах Америки, который окончился в 1974 году импичментом Никсона, в результате чего Соединенные Штаты из преимущества на государство превратились в преимущество на кластер транснациональных корпораций. Этот процесс начался в 19 веке. Те президенты, которые стояли на пути этого процесса, Линкольн, Гарфилд, Маккинли, были убиты, и Кеннеди последний в этом ряду. Реальные хозяева, которые оказывают большое влияние, это глобальный бизнес, который уже породил англобальный управляющий класс, не связанный ни с одной страной и не испытывающий симпатии ни к одной стране, но, может быть, к Америке, но исключительно как к своему, так сказать, инструменту. После проведения компьютерного анализа базы данных свыше 40 тысяч транснациональных, самых крупных компаний мира, выяснилось, что на самом высоком мировом уровне эти компании и весь мир контролируются очень небольшой группой из 147 корпораций, а над ними находятся финансовые учреждения и банки, контролирующие Федеральную резервную систему США и эмиссию долларов. Еще в 1913 году был принят закон о Федеральном резерве, по которому Конгресс передал полномочия печатать деньги частной группе международных банкиров. И, кстати, в результате этого в течение 100 последующих лет доллар потерял 96% своей стоимости. Действительно, Каббала мастерски проникает во все системы. В основе власти этого тайного правительства Земли находится то, что мы называем вавилонской магией денег. По всему миру нам противостоит монолитный безжалостный заговор, который тайными средствами расширяет свою сферу влияния просачиваясь вместо вторжения, свергая власть вместо выбора и запугивая вместо свободы. Эта система, мобилизовав многие человеческие материальные ресурсы, построила крепкую, высокоэффективную машину, которая осуществляет военные, дипломатические, разведывательные, экономические, научные и политические операции. их подготовка держится в тайне от публики. Есть такие организации, как Бильдербергский клуб, и есть множество других международных групп, которые являются уникальными и оказывают очень и очень сильное влияние на многие процессы, и находятся они над правительствами. Что такое та же там восьмерка, двадцатка? Понятно, что люди, которые там присутствуют, они там не главные. Решения по двадцатке, по восьмерке прежде всего принимаются в таких организациях, как Бильдербергский клуб, Римский клуб и другие. По международным вопросам это трехсторонняя комиссия, там, совет по международным отношениям. Бильдербергский клуб это одна из послевоенных конструкций, которая формально служит для общения на неформальной площадке представителей финансовой элиты, представителей мировой политической элиты. Состав ее очень мал. Единая сила это иллюминаты. Они служат этой силе. И синхронно по всей земле происходят революции, перевороты, войны. О чем это говорить? Что существует единый центр. Если вы немногочисленны по сравнению с мировым населением, тогда для того, чтобы управлять миллиардами, вам необходимо организовать централизованное принятие решений, потому что на каждом этапе, где вам удастся этого достичь, вы сможете получить больше власти над все большим и большим количеством людей. эти люди в открытую говорят, что они в принципе согласуют назначение правителей в разных странах. Целью мировых финансовых лид, включая уже обсуждаемого Сороса, безусловно, является полный контроль над всем миром. Говоря о кабалей и иллюминатах, я имею в виду ее составные части. Бильдербергский клуб, трехстороннюю комиссию, Совет по иностранным отношениям, новый мировой порядок. И на самом деле мы говорим о преступных синдикатах, работающих на квази государственном уровне, ведь на самом деле высокопоставленные люди этих структур не избираются, они работают в своих офисах, а люди, которые баллотируются на разные должности и являются известными, не более чем средний уровень в этих синдикатах и корпорациях. Я общался с людьми, которые непосредственно работали с президентами США, и они характеризуют их как симпатичных маленьких людей по сравнению с высокопоставленными руководителями кабалы. В беседе с моей подругой президент Клинтон однажды сказал, Сара есть правительство внутри правительства, я его не контролирую. Представьте себе, президент Соединенных Штатов Америки главнокомандующий вооруженными силами не имеет над этим контроля. Семейство при помощи разнообразных цементов контролирует всевозможные на первый взгляд не связанные между собой организации. Один из этих цементирующих моментов, несомненно, сеть тайных сообществ. Это совершенно очевидно, если взглянуть внимательно. Это некоторые из главных, но есть еще более эксклюзивные оперирующие в самых тонких верхних слоях. «Вообще в деятельности католического мира, скажем так, всегда было то, чего, скажем, никогда не было в православии. Это некая деятельность закрытых структур. Но мы знаем классику иезуитов, есть менее известные ордена». Орден иезуитов это продолжение могущества зародившегося больше двух тысяч лет назад. Их верхушка появилась из монарших родословных и это инопланетная линия. Иезуиты это порядочная организация. У них есть солдаты. С 1540-х годов иезуиты активно контролировали весь мир. Они захватили правления у тех, кто в свою очередь унаследовал власть родософит-тамплиеров. А последние вели свое могущество от египтян. Именно тогда мир действительно оказался подщательным контролем и такой контроль из Ватикана сейчас осуществляют иезуиты. Иезуиты это организация, которая была создана католическим культом как разведывательное агентство. Оно создавало собственную сеть шпионов. Их задачей было проникать во все другие организации, чтобы выполнять планы архонтов. Уже в 16 веке у иезуитов появилось собственное военное командование в непосредственной близости от Рима, где они и планировали завоевание мира. Они уже тогда планировали создание Соединенных Штатов, планировали три мировые войны и новый мировой порядок. То есть все те события, которые происходят прямо сейчас, были запланированы уже тогда. Все является лишь следствием того, что планировалось и происходило много веков назад. В 18 веке иезуиты проникли в масонские ложи, и в наше время их агентам удалось проникнуть почти в каждую организацию на Земле. Они проникали во все политические структуры в США, проникали в Конгресс, проникали во все центральные банки, в каждой точке планеты. Это огромная сеть, которая оперирует уже 26 сотен лет. Так что очевидно, что мы с вами говорим об огромных накоплениях тайных богатств, которые делались веками. Мы можем говорить о накоплениях в виде земель, золота, сокровищ, активов, людей, коллекционных деньгах, инвестициях, банковской системе, которая была изобретена и распространилась по Европе, и которая точно благоволила церкви. У них есть невероятные объемы денег, активов, земель и людей, которых они контролируют. Весьма показательный факт. Знаменитая банковская семья Ротшильдов работала банкирами Ватикана. В России иезуиты были довольно активной силой после падения династии Романовых и до конца 80-х годов. Теперь президент Путин меняет эту тенденцию. Он устраняет последствия иезуитской работы. Россия сейчас находится в лучшем положении, потому что одна огромная часть этой сети была удалена из страны. Не вся, но больше ее часть. Поэтому концентрация этих сил в России сейчас намного меньше, чем в Соединенных Штатах. Позапрошлом веке в Америке были сотни издательских компаний, а затем большинство из них исчезли. в 1880-м в 1880-м иезуиты направились в дом Ротшильдов и сказали им купить информационное агентство Рейтер. Ротшильды, купив его, начинают объединять старые и покупать новые агентства, и особенно газеты, таблоиды, журналы. Иезуиты начали объединять все большие издательские компании в несколько крупных агентств. Именно тогда они начали контролировать большие СМИ. Никогда не следует думать о Папе как о человеке, который принимает все решения. И как и в любой корпорации нужно смотреть на тех, кто находится в совете директоров. Кто те люди, которые инвестировали больше всего в эту корпорацию? Предположительно несколько высокоранговых иезуитов в любом временном отриске. Мы говорим о людях, которые являются банкирами, связанными с Ватиканом, у которых есть громадные суммы денег. Эти люди тоже участвуют в принятии решения. В сицилийской мафии руководит кардинал Палермо, а бывший кардинал Шпельман из Нью-Йорка был крестным отцом от Ватикана американской мафии. Я знаю, что фактически Буш, Папа Римский, руководство Ватикана и американского правительства помогли организовать теракты 11 сентября в США, чтобы начать войну в Араке. У них полностью отсутствует эмпатия, то есть понимание эмоционального состояния другого человека. А если нет эмпатии, значит нет ограничений. Все дозволено. Для обычного человека неприемлема бомбардировка Багдада или Ливии, а для них это норма. Они планируют убийство, потому что страдания стариков и детей для них никакого значения не имеют. их вечный принцип разделять и властвовать. И чтобы полностью все контролировать и достигать результата, необходимо контролировать обе стороны конфликта. Например, если вы хотите контролировать исход футбольного матча, вы должны быть уверенным в том, что контролируете обе команды. Только тогда вы будете точно знать, что все находится под вашим контролем. Кабала провоцировала и платила обеим сторонам в Первой и во Второй мировых войнах. Они натравливают всех против всех. Раса против расы, страна против страны, религия против религии. И кто бы не выиграл войну, они всегда побеждают. Почти тысячу лет назад произошел раскол между Западом и католицизмом с одной стороны и православным христианством с другой. Иезуиты были настроены решительно против всего православного христианства и захотели искоренить его. Это одна из причин, по которой они спровоцировали большевистскую революцию. Сионисты создали коммунизм по прямому распоряжению своих сюзеренов и иезуитов. Перед Второй мировой войной Сталин и Гитлер работали на одного и того же хозяина, главу ордена иезуитов, генерала Владимира Ледуховского, организатора самого Большого Холокоста. Вторая мировая война. Одни и те же люди, которые согласно доказательствам финансировали нацистов, американцев, британцев, преимущественно вращались вокруг картеля Ротшильдов. Они создали фашизм в Германии, коммунистический Советский Союз и капиталистический мир. Они столкнули их лбами во Втором мировом конфликте за кратчайший срок, и после него планета была истощена ментально, физически, эмоционально. В библиотеке Британского музея в Лондоне был обнаружен документ, созданный еще в позапрошлом веке, и он всесторонне излагает план трех мировых войн, в результате которых они объединят весь мир для люциферского нового мирового порядка. Там три мировых войны, точное описание Первой мировой войны, Второй мировой войны и Третьей войны, в результате которой, как они полагают, большинство основных стран будут ликвидированы, и весь контроль над ситуацией в мире перейдет к группам военных наемников. Они это опубликовали, потому что в их правилах говорится, что они обязаны сказать нам, что они делают. Если мы позволим этому произойти, это будет значить, что мы сами согласились на тиранию, которую получаем, сами согласились на порабощение. Информацию для своего плана они черпают при контактах с инфернальным миром. Задача этих инфернальных сил разделять людей, стравливать их, развязывать войны. За кулисами этого мирового правительства существует некая сеть сущностей, которые управляют всеми этими процессами. То есть существует определенная нечеловеческая живая сила, которая контролирует наш мир и пытается полностью его взять под тотальный контроль. Каббала негативные силы в правительстве по существу являются представителями некой группы, которая является инопланетной жизнью и манипулирует событиями на земле в свою пользу. Я вам объясню основную структуру оккультной власти и управления этим миром. На самом верху находятся несколько сотен членов семьи архонтов. Они контролируют несколько тысяч иезуитов. Да, общее число иезуитов составляет более десяти тысяч, но девяносто процентов из них невинные люди, которые просто очень преданы своей религии. Ниже находится сеть иллюминатов, это планетарная каббала, в которую входит от трех до пяти миллионов человек. Большинство из этих людей находятся в этой сети против их свободной воли. Они были втянуты в культ разными способами. Но есть ядро каббалы. Это несколько сотен тысяч иллюминатов, которые полностью преданы своим в каждой стране на поверхности планеты. Особенно большая концентрация иллюминатов существует на восточном побережье Соединенных Штатов. Многие из них находятся в Европе, но на самом деле они есть повсюду на планете. И параллельно с этим у нас есть нефизические архонты, которые работают вместе с физическими архонтами. И у нас есть нефизические иезуиты, которые работают также с физическими иезуитами. И на плазменном эфирном плане и на нижнем астральном плане, которая работает со всеми сетями иллюминатов так, что все это происходит одновременно. Есть много типов расы Драко. Например, есть аборигены Драко, которые живут под поверхностью планеты Земля в течение многих тысяч лет. Некоторые из них воплощаются в гуманоидных телах и являются основой кабалы на планете Земля. Также есть подлинные Драко, пришедшие в Солнечную систему и Звездные системы Драко со своими космическими кораблями. Поэтому здесь у нас есть разные группы и комбинации Драко, и все они используют различные виды технологий для подавления человеческой популяции. Однажды на встрече с людьми одна женщина подошла и мне сказала, у нас есть фотографии НЛО. Мы были в окрестностях Карлсбада и осматривали кондоминимум, который гости делали фотографии, снимали общий вид. Они проявили фотографии, сделанные на вечеринке и увидели это. На самом деле это танкер рептилоидов. Он зубчатый по сторонам и зубчатый наверху. Обратите внимание, что вытекает из корабля сзади. Из танкера рептилоидов вытекают пять разноцветных газов и все это происходит на высоте около 100 метров. Этот газ они распыляют только над технологически продвинутыми сообществами на планете каждые 4-6 недель. И обычно это не один корабль, а по два, по три или шесть. Драконийцы действительно распыляют газ. Они отслеживают каждый город, каждую местность. Если там начинает просыпаться определенная группа людей, они придут и распылят над нею газ, позволяющий контролировать разум. Вся планета погружена в поле, поле контроля над разумом. На мониторе искусственного интеллекта загорается маленькая красная лампочка и в определенное место посылается небольшая флотилия танкеров для распыления газа. Затем лампочка гаснет и они пользуются не только газом. Люди их не видят, потому что разум каждого человека контролируется так, чтобы их не видеть. Это нечто вроде системы стелс. Поэтому командир эскадрильи должен убедиться в том, что система стелс включена. По-видимому, он в этом случае забыл ее включить, иначе камера их бы не зафиксировала. Обычно вы их не видите, хотя они постоянно летают над нами. Каждый день над нашей планетой летают тысячи подобных объектов. Они распыляют газ. Вот так контролируется наш разум. И наш разум контролирует не последнюю пару недель, а уже на протяжении тысяч лет. для того, чтобы вы не видели некоторые вещи, которые они не желают, они наводят поле. Вы просто их не видите. Собака рядом с вами смотрит в небо и беспокоится, а вы ничего не видите. Это связано с волнами, на которых работает наш разум. Так они манипулируют людьми. мы не функционируем так, как должны функционировать нормальные человеческие существа. У нас есть и другие чувства, заблокированные прямо сейчас. И обрести их, это равносильно тому, как если бы слепой или глухой от рождения человек вдруг обрел зрение и способность слышать. теперь у многих людей есть понимание всех этих различных видов отравления, которые происходят прямо сейчас. Отравление еды, воды, воздуха, электромагнитное излучение, скалярное оружие. И у нас есть группа химера, которая не сильно влияет на действия кабалы. Она вмешивается только тогда, когда существует реальная опасность первого официального публичного контакта с инопланетянами и разрушение карантина. Архонты из группы Химера также произошли из галактики Андромеда. На Земле они находились на подземных базах. Некоторые из них были воплощены в гуманоидных телах, а некоторые все еще воплощаются в тела, похожие на пауков. До середины 20 века они не взаимодействовали с населением поверхности планеты, ровно до тех пор, пока оно не получило возможность путешествовать в космосе. И когда это произошло, целью группы Химера было сохранение планеты в статусе карантина. Они стали оказывать влияние на те заинтересованные группы на поверхности планеты, которые получили возможность для космических путешествий, чтобы гарантировать, что статус карантина планеты не будет нарушен. сейчас представители группы Химера находятся на подземных военных базах в США и оттуда контролируют ситуацию. Они в тесной связи с сетью сатанизма, где они без преувеличения совершают человеческие жертвоприношения и другие подобные ужасы, которые эти семейные династии совершали с древнейших времен. Сейчас сатанизм встречается ошеломляюще часто по сравнению с представлениями обычных обывателей и этому несколько причин. Во-первых, они приносят жертву людей буквально своим богам. Бывший банкир, работавший в сфере обмена валют, заявил, что он был приглашен принять участие в ритуале жертвоприношения детей. Его словам можно доверять. Он и в самом деле тот, за кого себя выдает. Если сказать точно, большинство из этих людей последователи не самой распространенной религии. Есть католики, протестанты, прочие религиозные течения, но эти люди, большинство из них были люциферисты. И они служат чему-то нематериальному, тому, что они зовут люцифером. И я также был среди круга этих лиц, но лишь из-за того, что они были моими клиентами. Я бывал в местах, называемых церквями сатаны. Я бывал в этих церквях просто как посетитель, и они проводили с голой женщиной, спиртным и прочим. Но потом, в какой-то момент, меня пригласили принять участие в жертвоприношениях. Это перешло все пределы. Дети. Вам предлагали это сделать? Да, и я не мог так поступить. Смысл всех этих сатанинских ритуалов заключается в том, чтобы подкармливать безумцев. Потому что, если у вас отсутствует связь с истинным источником в едином поле, то вам придется взять эту энергию у кого-то другого. Например, человек может испытывать дефицит витамина С, потому что нет возможности есть апельсины, и тогда он может использовать витаминную добавку. Но, конечно, этот пример сильно отличается от идеи стать вампиром по причине нехватки жизненной энергии. Для того, чтобы оставаться живым, ему нужно эту энергию красть, красть и красть, а также вести пропаганду и создавать системы убеждений, которые присоединялись бы другие люди. Единственный способ для них сохранить свою власть это нацеливаться на молодежь. Они используют детей, не имеющих свидетельства о рождении. Они часто выбирают бездомных и сирот. А также у них существуют программы для разведения детей. Они специально привлекают женщин для рождения детей, которых потом будут использовать в ритуалах. Черная магия, ну а самое главное не в магии, а самое главное в общении с инфернальными силами, которые диктуют каббалистам что делать. Жуткие планы имеют нечеловеческое происхождение. Поэтому сама каббала и общение с демонами или с бесами, как говорит правословие, это вещь особо опасная, потому что человек попадает под воздействие демонов и уже на всю жизнь становится их слугой. Если посмотреть, откуда начинается история человеческих жертвоприношений и каннибализма, согласно, например, легендам Зулу, то каннибализм не существовал среди людей, пока не появились эти существа. Они всегда требовали человеческих жертвоприношений. Черная аристократия это потомственные потомственные сатанисты, каббалисты и чернокнижники. Вот поэтому и называются черные. Они увлечены черной магией. Все это знание передается из поколения в поколение. Зачатие этих людей происходит в сатанинских ритуалах. Вот это роды черной аристократии, среди них действительно были жуткие люди, вот как Влад Дракула, ведь Дракула это предок английской королевской семьи. Если обратить внимание на то, что делают представители элиты в богемской рощи, то вообще говоря, голосы встают дымом. Они же там спускают на воду речки русской плотик с чучелом Христа. Чучело Христа они поджигают, при этом кричат гори распятые. Богемская роща это одно из мест для ритуальных жертвоприношений. Эти ритуалы выполняются потому, что люди, которые их совершают, не понимают реальности. Они были подвергнуты программированию своего разума через собственные травмы. Это то, что лежит в основе этих ритуалов. Их запрограммировали на определенную систему верований, которая пропагандирует зло как принцип, поэтому людей заставляют верить в это. Они делают это из-за отсутствия контакта со своим высшим Я и отсутствия понимания реальности. Я был агентом ФБР 27 лет. Был старшим специальным агентом отделения ФБР в Лос-Анджелесе. Я получил квалификацию в качестве судебного эксперта по сатанинским ритуальным извращениям. Ко мне поступала информация из различных источников о том, что некоторые судьи, прокуроры, адвокаты, врачи и много известных личностей, включая актеров и актрис, профессиональных футболистов и бейсболистов вовлечены в такого рода деятельность. Они постоянно демонстрируют нам свою религию. Они делают это на церемониях Грэмми, на суперкубке. Они постоянно делают это в музыке и видео, в кино, в видеоиграх и телевизионных шоу. Они везде показывают нам свой люциферианский символизм. И причина, по которой они это делают, заключается в том, чтобы мы прониклись этими идеями, идеями этой религии, чтобы это выглядело здорово и модно. Поэтому они везде вводят эти знаки, коды и символы, делают это в поп-музыке. И когда люди начинают смотреть популярные клипы, они видят пламя, видят, как люди танцуют с рогами Бафомета. У нас есть артисты, которые уже ассоциируются как поп-звезды иллюминатов. Это такие люциферианские поп-звезды, как Кэти Перри, Тейлор Свифт, Риана, Леди Гага. Ну да, конечно, Леди Гага сама захотела одеться в этот наряд дьявола с рогами и сама захотела пропитаться кровью. Нет! Эти люди делают то, что им велят делать. Они хотят строить карьеру, но как только они попадают в эту систему, им говорят, что нужно делать. Сначала им советуют немного по-другому одеться, но постепенно продюсеры получают над ними все больше и больше власти и требуют делать все больше и больше. Поэтому я советую вам не обвинять художников, а просто обратить внимание на сами метки и символы. представители мировой элиты, так называемых иллюминатов, это верхушка современного масонства. Объединение под названием масонство зародилось в Лондоне в праздник Святого Иоанна в 1717 году. Почти мгновенно этот тип общности распространился по всей Европе, особенно во Франции и Нидерландах. Уже в 1730 году оно имело большие активные центры в Париже и Леоне. В 1731 году масонство приходит в Италию. В Россию это все-таки масонство пришло в первую очередь из Англии в 1731 году. И первый провинциальный великий мастер был англичанин Джон Кейт. Масонство в любой стране оно всегда поддерживает, так скажем, власть. Бедный человек, который не может себя прокормить или семью и занят с утра до ночи только этим, конечно, он не сможет вступить в масонство. Академическая наука создавалась масонством и до сих пор она им контролируется, в том числе наша Академия наук. Все исторические документы в нашей стране и в каждой другой стране на планете лгут об истории, лгут о математике, лгут о технических способностях, лгут о вселенной да о чем угодно. Все было и есть ложь. Каждому доктору наук на планете, будь то специалист в области естественных наук или медицины, значения не имеет. Многие книги, которые вы читаете на протяжении шести лет учебу в университете, это ложь. Нам не говорят правды, нас не учат правде. Наука. Нет у нас никакой настоящей науки. У нас есть просто некая интерпретация того мира, который является вообще фейковским и который создан для манипуляции нами. В тайных космических программах это общеизвестное знание. В них часто говорилось о том, что физические модели, которыми люди пользуются здесь на планете, неверны. Они изменены с определенной целью. Существа, осуществляющие контроль, диктуют, что услышат их прислужники. Нас удается программировать посредством социальных норм, того, что социально приемлемо. Это есть программирование, это система контроля. Научный мир это мир, которым управляют Ротшильды и Рокфеллеры и он управляется с помощью денег. Если кто-то хочет сделать научную карьеру, ему нужно опубликовать определенное количество статей, которые будут опубликованы только в том случае, если он будет следовать руководящим указаниям о том, что можно опубликовать, а что нельзя. В журналистике происходит то же самое. Журналист может опубликовать статью в крупной газете только, если он следует определенным принципам руководства. Поэтому, в основном, очень мало ученых и очень мало журналистов, которые могут нарушить этот кодекс и опубликовать что-то противоречивое. Есть много случаев, когда люди из научного сообщества и средств массовой информации, которые говорили правду, заставляли замолчать. Их увольняли, они были арестованы или даже убиты. нынешняя наука это набор закостеневших догм, которые отрицают все, что связано с какими-то другими вариантами. Если мы хотим докопаться до реальной истории, то тогда нужно все переписывать и создавать заново. Это должна быть новая наука. Те люди, которые, или не люди, которые обладают такими скрытыми собраниями артефактов, будь то Ватикан или там масонские ложи, не допустят этого, потому что они-то знают, что все совсем не так, как нам рассказывают. Уже два столетия Каббала использует тайное общество масонов, которые путем сложных ритуалов умеют сохранять свои секреты. И каждый человек, претендующий на новые степени, должен научиться хранить секреты. Сначала он учится секретным рукопожатием, секретным фразам, секретным кодам. Человека вербуют, и он клянется на крови в том, что он никогда не предаст эти секреты огласке. А когда он доходит до седьмого градуса в масонстве, он клянется, что сделает все, что в его силах, чтобы спасти своего друга масона от проблем, даже если тот кого-то убьет или изменит стране. Для наиболее уязвимых проектов каббала набирает людей из тайных обществ, потому что они имеют все необходимые установки, взгляды, и они уже прошли проверку, и они точно не будут никому ничего рассказывать. то есть на таких людей им можно положиться. Только на тридцатой ступени масонам сообщают, что цель их организации раздавить все земные религии. Они считают, что все религии должны быть удалены. Им это нужно, чтобы на земле существовала только одна религия. А каббала в своей основе, как я уже говорил раньше, исповедует люциферианскую систему убеждений. Они вообще говоря ненавидят все человечество. Мы начитали их планы, планы сократить население до 500 миллионов. Авторы монумента считали, что население планеты нужно срочно сокращать. И если этого не произойдет в случае мировой глобальной катастрофы, то уменьшать количество жителей планеты нужно искусственным путем. Джорджийские скрижали были созданы той самой группой нацистских ученых, завербованных США во время Второй мировой войны в рамках проекта под названием «Скрепка». Крижали Джорджи детально описывают, что планировала сделать эта группировка нацистов. Они предлагали присоединиться к ним, присоединиться к их плану и уничтожить 90% населения земного шара. И это значит, что им придется уничтожить 6,5 миллиардов человек, чтобы добиться своей цели. Это та же самая цель, которую преследует тайное правительство сократить количество живущих на земле людей. Некоторые группы Каббалы занимаются очень темными делами и стремятся уменьшить количество населения. Но почему они хотят освободить как можно больше жизненного пространства на этой планете? Они планируют отдать целые континенты инопланетянам? Есть очень продвинутые инопланетные группы, находящиеся в статусе беженцев, и, конечно, они способны бесконечно долго поддерживать себя в космической окружающей среде, но им бы хотелось осесть в нашей Солнечной системе, и некоторые инопланетные группы уже имеют свои посольства на тех континентах. Конечно, внешне все не выглядит как сделки с недвижимостью, но кое-что уже происходит, и частью соглашения с ними является уменьшение количества местного населения на такое большое число. Так называемые химтрейлы, химиотрассы, которые уже доказано распыляются над наиболее заселенными районами земного шара, которые несут в себе какие-то вещества, связанные с соединениями бора, алюминия и прочее, которые, как ученые, занимающиеся этими химиотрейлами, говорят, что они снижают репродуктивную функцию человека. Эти люди искренне верят, что они являются потомками богов, избранными божественными созданиями, а все люди просто глупцы, истинным творцом. Они видят мудрого Люцифера, и они считают, что они спасают землю, потому что люди вредят окружающей среде, загрязняют ее, и поэтому они вынуждены сокращать численность населения. В фильме «Матрица» агент Смит говорит, что человек это как вирус на планете, и фильмы являются одним из способов, которыми они встраивают свои учения в сознание людей. В мире сейчас 6,8 миллиардов человек, и их число приближается к 9. Если мы проведем хорошую работу над новыми вакцинами, системой здравоохранения и в области репродуктивного здоровья, мы сможем снизить это число примерно на 10-15%. Фонд Билла и Мелинда Гейтс финансировал принудительную вакцинацию, как уже было сказано в популярной новостной газете Times of India. Вся страна была привита вакциной против полиомилита. В течение одного года 64 тысячи человек были парализованы из-за нее. Я знаю, кто такой Билл Гейтс. Его отец является топ-евгенистом, который работает на фонд Рокфеллера. Он был участником тайной военной разведки, руководителем планирования семьи. И, кстати, я знаю, что они хотят. Сократись, это гигантское население убить всех этих людей. Этих бедных людей в Миндии и Африке. Периодически вспыхивают какие-то странные эпидемии. Ну, там, птичий гриб, свиной гриб, который вдруг показывает, что какой-то вирус или штамп показывает аномальную видоизменяемость. И, соответственно, против него нельзя изобрести вакцину. Потому что у него изменяемость исчисляется не неделями, месяцами и даже сутками, а часами. То есть прошло 3-4 часа и вирус изменился. Грядущая эпидемия имеет высокие шансы получить свое начало за счет компьютерных технологий и намерений террористов создать синтетическую версию оспы или крайне заразного и смертоносного вида гриппа. Появится ли он из-за каприза природы или от рук террористов, эпидемиологи сходятся в прогнозах, что патоген, распространяющийся воздушно-капельным путем, может привести к смерти более 30 миллионов человек менее чем за год. Эпидемии, которые вдруг почему-то возникают, скажем, только в азиатских странах, в Китае, да, вот птичий вирус, скажем, в Европе новый, уникальный, единичный случай, но в целом такого вируса нет, не зарегистрирован. Значит, это говорит о том, что этот вирус изначально, допустим, был таргетирован или там у него было целеуказание воздействовать на представителей азиатской расы. Это косвенные признаки, по которым мы можем судить о том, что такие исследования ведутся. Они считают, что необходимо это делать, чтобы обеспечивать контроль над нами, чтобы мы не уничтожили нашу планету. Эти высокопоставленные люди считают необходимым использовать вакцины, которые содержат добавленные в них кофакторы, которые со временем, в сочетании с другими кофакторами, способны привести к сокращению численности населения. В качестве оружия они также используют продукты. Они намеренно добавляют вредные вещества в обработанную пищу, которые сокращают продолжительность жизни, вызывают литургию, усталость, лень, влияют на умственные способности. Вся эта дрянь, которую добавляют в нашу еду и питье, это химические формулы. Нас перепрограммируют химически. Аспартам, это подавитель мозговой активности. Он возбуждает клетки мозга, а затем убивает их. Пилотам ВВС США запрещено употреблять содержащие аспартам напитки перед полетами, потому что он влияет на их способность мозга летать, влияет на состояние их мозга. И это добавляют в напитки для детей. И кто выпустил его на рынок? Дональд Рамсфилд, глава Cell Pharmaceutical, скупленной Монсанто. Именно так аспартам прошел проверку на безопасность без соблюдения процедур и стал общедоступным веществом, используемым без ограничений. Монсанто, CBC, 1999 год. И они подтвердили это снова два года назад в других новостях, что они не добавляют ГМО в пищу в кафе для своих ученых. Еще раз говорю, они работают с генетическими модификациями и подсуливают нам троянских коней. Все это есть в пище, в растительном масле, в сои, в кукурузе, даже в луке. Мы проверяли сою в виде соевой муки, в виде соевых семян, в виде соевого шрота. У нас был корм, куда уже была добавлена трансгенная соя. Это соя линия 43,2 устойчивая корунда, по которой очень хорошо и широко используют в продуктах питания, мясных продуктов, хлебобулочных, молочных и так далее. Более половины крысят умерли после рождения, после того, как мы в корм их матерей добавили генетическую инфицированную сою. И во всех случаях мы наблюдали и бесплодие, и гибель, и, к сожалению, еще и онкологию, то есть мысли опухоли, и от этих опухолей крысы умирали. Этот эксперимент повторили на хомячках в другом уже институте. И уже то же самое наблюдалось у хомячков, то есть бесплодие, недоразвитие потомства. Животные, которые содержались на шроте, вот на этом содержащем ГМО, ну там первое поколение было еще ничего, то есть мы получили потомство, но второе поколение уже потомство было очень ограничено, то есть там уже не все пары размножились, а третье мы вообще не получили уже, то есть там получилась такая уже, ну явно произошло угнетение репродуктивных функций. То есть если раньше сжигали, там обивали, то сейчас с помощью лекарств, вакцин и продуктов питания делают вот такая вот мина замедленного действия. Вы думаете, кто-то из богатых людей или просто из какой-либо элиты ест продукты, содержащие ГМО, пьет нефильтрованную воду и делают прививки. Немецкая элита, британская элита, китайская элита, российская элита, американская элита, израильская элита не делает ничего подобного. Одна из вещей, про которую я узнал от одного осведомителя из самой Кабалы, это то, что они вынуждены работать в соответствии с тем, что они называют правилами. Их правила это совокупность духовных принципов, которым они должны следовать, чтобы им было позволено существовать. Что же иметь в виду под фразой «позволено существовать»? Они осознают, что существуют доброжелательные силы, которые не позволят им достичь их целей, если мы сами не дадим разрешения поработить нас. В их правилах говорится, что они должны рассказать нам о своих планах и о том, что они делают. И если мы позволим этому произойти, значит, мы сами согласились на тиранию, которую мы имеем. Мы сами согласились на порабощение. Происходит то, что они планировали заранее, и дальше всё будет только хуже. Система будет только увеличивать давление, продолжать двигаться всё дальше и дальше во всех этих различных сферах, от ГМО и химических пищевых добавок до намеренного повышения уровня электромагнитных излучений. В миллионы и миллионы и миллионы раз больше уровень излучения, генерируемой технологически, нежели 50 лет назад, в котором мы сейчас живём, в этом море технологических излучений. И учитывая, что мы также обладаем электромагнитным полем, это будет влиять и уже влияет на нас. И если этот электромагнитный уровень, электромагнитное поле, которое иногда называют аурой, разрушается посредством технологических излучений, это отражается на нашем теле как искажение, как расстройство, и мы называем это психическим или физическим недомоганием. Мало кто знает, а может быть даже и знают, но не придают этому большого значения. Всякий раз, когда вы пользуетесь гаджетом, хотите вы этого или не хотите, включаете вы геолокацию или не включаете, кто-то может точно знать, где вы находитесь, точно знать, чем вы интересуетесь, точно знать, чего вы опасаетесь. И поэтому всемирная сеть гаджетов дает возможность осуществлять вселенский контроль над человеческим родом. Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире, начиная от переговоров двух подружек и кончая серьезными разговорами людей, в которых они выражают свои убеждения. Я уж не говорю о каких-то планах в области экономики, политики и так далее. Гаджеты хорошо с точки зрения удобства и удовольствия, но с точки зрения контроля над человеческой личностью это опасное дело. Они называют эту технологическую субреальность облако. И они говорят, что люди будут подключены к облаку 2030 году. Наступит момент, когда облако будет поглощать все больше и больше человеческого мышления до тех пор, пока полностью не поглотит его. И тогда мы будем черпать наши мысли из облака. Облако будет ставить в мозге правильные ограничения. Контроль из одной точки это предвестие пришествия Антихриста. Если говорить о христианском взгляде. Антихрист это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Уже давно вынашиваются замыслы, как сейчас принято говорить, мирового правительства тайного, о чипизации всего населения для эффективного управления этим населением. В итоге они хотят из человека создать биороботы, вот эти все трансгуманистические проекты, это их проект. Идея трансгуманизма исключительно важна для них, потому как они хотят сделать приемлемым вживление технологий в человеческое тело. Это будет мир, в котором люди не будут иметь возможности мыслить свободно. Их мысли будут загружаться им в мозг. И они будут обожать свое рабство. Некоторые трансгуманисты говорят об этом в открытую, об этом писал Олдес Хаксли. Нужно добиться, чтобы люди любили свое рабство. Люди, которым имплантированы какие-то чипы, они могут получать напрямую некие команды. Они могут быть управляемы. Чем больше каналов воздействия на человека, тем сильнее будут попытки манипулирования. Всем людям на Земле будет в будущем вживлен микрочип, на котором будут все данные о человеке, в том числе и его деньги. Наличности больше не будет. В любой момент правительство сможет снять неопределенную сумму с вашего чипа. это будет тотальный контроль. Но самое страшное, если вы захотите выразить свое недовольство таким режимом, то вас в одно мгновение можно оставить без средств к существованию. Попробуй, лиши человека карточки электронной, источника доходов, лиши его, вычеркни его из электронных баз, и он никто. Лидер представить себе не мог, мечтать о нем не мог, абсолютно тотальное управление обществом. Конечная цель этих людей создание единого мирового правительства, управляемого банкирами. Об этом рассказал мне мой друг Ник Рокфеллер. Все идет к этому. Всем будут управлять члены мирового правительства, а простым смертным останется лишь повиноваться. Я был в шоке, я не понимаю этого. Я сказал, вы превращаете людей в рабов, это неправильно. Ник ответил мне, что кого волнуют все народа, которую они хотят построить, завершит все разговоры о том, что правительство работает в интересах народа. Это будет диктатура, осуществляемая в интересах маленькой группы, привилегированной элиты, построенной на лжи. Их план из США и всех нас создать империю. Называют они ее новый мировой порядок. Перед нами стоит возможность устроить для себя и для будущих поколений новый мировой порядок. Мы имеем невероятную возможность привести людей к формированию нового мирового порядка. На нашей планете будет создано некое мировое правительство и ему будут подчиняться страны. Но как таковых стран уже не будут, а будут просто определенные подчиненные регионы. Каждый рожденный ребенок будет чипирован и через эти чипы можно будет влиять на физическое состояние людей. Также будет создана мировая армия, через которую будет происходить силовое воздействие на людей. Будет создан мировой центробанк, в котором будут находиться абсолютно все деньги планеты. Буш говорил, демократия это не свобода. Демократия это новый мировой порядок. И действительно они делают из нас настоящих рабов. С самого раннего детства они начинают внушать нашим детям, что правильно, а что плохо. Что нужно делать, как себя вести. Такое количество фильмов, изображающих один вслед за другим, тот мир, который элита хочет для нас создать. Мир, новый мировой порядок, как они его назвали, к которому они всех ведут. И эти фильмы в некотором смысле загружают эту веру, помещая ее в подсознание. И это дает больше шансов, что эта реальность будет коллективно представляться, проецироваться по причине того, что во что мы верим, то и воспринимаем, что воспринимаем, то и переживаем. если вы можете кого-то запрограммировать, чтобы он верил во что-то, чтобы это стало их реальностью, если вы можете заставить людей принять это коллективно, это станет их коллективной реальностью. Да, у элиты есть разногласия, действительно, многие проекты забуксовали, но эта тема нового мирового порядка, она продолжает развиваться и в Америке, и в Европе, к сожалению, и в России. То есть все это происходит по плану. Но для десятилетия, для иллюминатов это ничто, потому что они мыслят категориями столетий и тысячелетий, то есть эту цель свою не проводят уже три тысячелетия, вот сейчас они уже как никогда близки к осуществлению своей цели, то есть к построению нового мирового порядка. из черного бюджета тратится 500 миллиардов долларов каждый год на строительство подземных баз. Мне известно о 131 глубокой подземной военной базе только в Соединенных Штатах, а во всем мире их 1477. Каждая из них стоит от 17 до 19 миллиардов долларов. Эти базы съедают наш ВВП и мы тратим 28% ВВП только на строительство глубоких подземных баз. Я знаю, что в США имеется около 300 подземных баз и не все из них принадлежат правительству. Военные охраняют эти базы, но не всегда контролируют их. Такими сооружениями владеют более крупные корпорации и неизвестные организации. Те, в которых побывал я, расположены в Эль-Пасо, штат Техас. Также я работал на базе Лос-Аламас и базе ВВС Квертланд. Еще одно сооружение расположено в Шарлоттсвилле, штат Виргиния, и еще одно в Денвере. И, конечно, вы знаете о Дульсе. Также есть база Белые пески в Нью-Мексико под национальным заповедником и в Кристоуне, штат Колорадо, под песчаными дюнами. Некоторые базы очень большие, например, в Нью-Мексико, Неваде и Колорадо. В них размещаются целые города, и большинство обитателей никогда не выходят на поверхность. Там имеются свои круглосуточно функционирующие больницы и все такое для элитной группы. Там воспроизводится 24-часовой цикл день и ночь. На специальном куполе есть облака, тучи, молнии и все виды потрясающих научно-фантастических эффектов, очень реалистичных. Эти базы размером с большие города. Их соединяют скоростные поезда на магнитной подвеске. Там есть небоскребы, дороги, здания, автомобили, которые, между прочим, не сжигают газ. Они используют свободную энергию, электромобили. В этих городах нет загрязнения. Эти базы были созданы как убежище на длительное время в случае ядерной войны, которая может разрушить нашу планету. В городе, который находился неподалеку от Вашингтона, были все верхушки исполнительной власти американского правительства. Они собирались сбежать в этот подземный город после того, как посеют хаос, разруху, волот и введут военное положение в США. Или укроются там в случае угрозы ядерной войны. У них были планы по созданию кастовой системы. Те, кто выживут, будут поделены на господ и рабов, или людей, принадлежащих к высшему сословию и рабов. Поэтому они раскрутили долго, рассказывали ужасы о 12-м годе, о том, что человечество погибнет, будет апокалипсис. Сослались они на календарь Майя, то есть готовили сознание людей к смерти. Этот момент они хотели раскрутить 21 декабря 12-го года. Мои дорогие соотечественники, конец света действительно наступает. Похоже, что календарь индейцев Майя оказался точным. Не важно, каким будет последний удар. Будьте уверены, я всегда буду с вами до самого конца. Желаю всем удачи. Был разработан план по этому плану сделать вид, что на Землю напали какие-то инопланетяне, атаковали большие крупные города термоядерным оружием, все это повыгорело, якобы мы не виноваты, но так получилось. Действительно, существует технология твердого света или голограммы. С ее помощью вы можете проявить, воспроизвести все, что угодно, в том числе любой вид угрозы, мнимые угрозы, воспользоваться ею с целью создания любых ситуаций. Я участвовал в проекте, в котором это можно было осуществить со спутников. Но их опередила какая-то сила, будем так говорить, третья сила, потому что там два города и все бункера взлетели в 23 августа были разрушены два огромных подземных города. Историки могут рассматривать этот момент как переломный. Произошли значимые новые события. Было разрушено еще шесть баз. Мы выяснили, всего было уничтожено 26 подземных городов за короткий период времени, начиная с 31 августа 2011 года и до самого окончания этого года. Сеть глубоких подземных баз иллюминатов уничтожало движение сопротивления. Этих баз больше нет. Остались только неглубокие подземные базы, но и их количество значительно уменьшилось, а мощь снизилась. Поэтому подземные базы Кабалы больше не являются основной проблемой. Движение сопротивления выросло из небольшой группы оперативников, которые в 1970-х годах были собраны вокруг агента ЦРУ человека с кодовым именем Майкл. Майкл с группой единомышленников бежали от иллюминатов, спасая свою жизнь. Они вошли в систему подземных коммуникаций в Нью-Йорке и опускаясь все глубже и глубже уходили в подполье. Когда они углубились достаточно глубоко, то нашли сеть Агарты. Им удалось создать там свою крепость, и вместе с некоторыми группами сети Агарты они связались с позитивными антромедианцами, они связались с позитивными группами секретных космических программ и постепенно создали сеть баз, особенно в поясе астероидов. Они начали очищать подземные базы Ковалы уже несколько десятилетий назад, и им это удавалось. По сути, они были ответственны за существование этой планеты. В декабре 1999 года они получили сильные подкрепления от планеты Икс, которая является планетой на окраине этой Солнечной системы, и эти подкрепления имели решающее значение в то время. Эти подкрепления пришли сюда нам на помощь и сейчас являются основой текущего движения сопротивления. Силы Альянса Инопланетян являются основной светлой силой на поверхности этой планеты. Именно они стоят за спиной БРИКС Восточного Альянса. В какой-то момент все враги, которых они себе нажили на протяжении сотен лет, все группы, которые вернули. Страны, которым они навредили в течение этих сотен лет, все они переступили через разногласия и объединились ради общей цели победить Кабалу. Сформировали союз БРИКС, чтобы общими усилиями разрушить и заменить финансовую систему, созданную Кабалой. Они собрались вместе и создали новый мировой банк и новую финансовую систему в противовес западной банковской системе Кабалы. Необходимо создать более справедливый рациональный мировой порядок. Пусть услышат наш единый голос и предупреждение по вопросам международного мира и развития. Президент Путин связался с плеядеанцами много лет назад. Сначала он получил определенный духовный опыт, а позже в 2014 году имел контакт с плеядеанцами. Они посетили российскую секретную военную базу в Восточной Сибири. От них были получены прямые тактические советы и теперь по большей части он работает над позитивной повесткой дня. Его главная цель состоит в том, чтобы освободить сначала Россию, а затем и всю остальную планету от Кабалы. Существует мощное противодействие иллюминатам, в том числе на высших уровнях в правительствах разных стран. Это противодействие началось в 18 веке в России. Это то место, где появился альянс. С тех пор на Земле формировался альянс из мощных людей. Сейчас он включает в себя многих людей в учреждениях Министерства обороны США, людей из ЦРУ. Есть мощные позитивные группы во всех спецслужбах, в НБ, в разведке ВМФ. Они работают с этим международным союзом стран, находящихся за пределами западной системы. План, сформулированный в 18 веке, и они активно работают над его осуществлением. Теперь эта сила настолько организована и настолько обширна, что нет никаких шансов на то, что Кабала удержится у власти. Она не сможет достичь своих целей, и она будет повержена. В альянс также входят различные военные группы в США, отколомшиеся от Кабалы. Это некоторые элементы в армии разведки. И они тоже пытаются свергнуть Кабалу, то, что захватила власть в США еще в 60-х годах. Постепенно альянс в США стал становиться все более и более организованным. И кое-кто из них подошел к некоторым генералам и сказал, что они хотели бы совершить открытый переворот в Соединенных Штатах. Но эти генералы решили сделать последнюю попытку избавиться от Кабалы законным путем. Именно тогда они подошли к Трампу и предложили ему баллотироваться в президенты, чтобы он помог им законным путем вернуть страну обратно людям. Трамп очень корыстен. Его личность довольно нестабильна, и иногда на него влияют его иезуитские контролеры. Но также на него влияют позитивные американские военные и разведчики. Поэтому здесь смешанная ситуация. Поэтому происходят конфликтные ситуации и неразбериха. В некотором смысле это хорошо, потому что темные силы иллюминатов не могут предсказать, что он будет делать, и не могут действовать соответственно. Альянс является международной группой. Это как конфедерация, в которой много отдельных частей и фракций. И, конечно, в ней есть разногласия. Кто-то с чем-то соглашается, кто-то не соглашается, но у них стремление увидеть сатанинскую элитарную клику побежденной. Они хотят остановить этих людей, стремящихся уничтожить большую часть населения Земли и контролирующих все высокие технологии. Существует много разных групп, которые вы можете объединить в широкий термин «земной альянс» или «поверхностный альянс». У нас есть группы белого дворянства, у нас есть группы тамплиеров, у нас есть позитивные военные «белые шляпы». Есть люди, которые принадлежат к секретной космической программе и работают на позитивные силы. Таким образом, у нас есть отдельные лица, отдельные группы и разрозненные сети по всей планете. В целом, пока у них нет полного согласия и общей договоренности, но уже происходят небольшие улучшения ситуации. За кулисами шли довольно интенсивные переговоры о раскрытии, о природе и структуре новой финансовой системы, которые зашли довольно далеко в теории, но мы увидим, как это будет осуществляться на практике. Альянс есть в разных странах. Есть такие группы в России, в Индии, в Бразилии, да повсюду, работающие на то, чтобы уничтожить эту сатанинскую клику. Альянс состоит из множества ячеек, которые работают вместе, и все эти ячейки самофинансируются, они находят интересные способы самофинансирования. К сожалению, не всегда это полностью законные и этичные способы, но все спланировано и все работает. Например, есть группы силовиков, которые в ангарах, построенным по планам этажей убежищ иллюминатов, бегают с пулеметами и тренируются. Также существует альянс тайных космических программ, и теперь стало известно, что с ним было проведено много переговоров и достигнуто соглашение, поэтому мы наблюдаем начало раскрытия. Кори Гуд был уполномочен этим альянсом выступать и рассказывать о тайных космических программах, также на это был уполномочен и Рэнди Крамер. Они работали над планами официального раскрытия правды достаточно долго, и сопротивление системы изнутри было настолько сильным, что они стали искать юридические рычаги, чтобы протолкнуть этот процесс. Важно было найти легальный путь, ведь есть определенные условия секретности, национальной безопасности и прочего. велся поиск безопасного способа для нашей организации и ее участников, хотя опасность существует. Основной вопрос был такой, как сделать так, чтобы за стеной секретности кто-то мог передавать такую информацию общественности легально, нужно было кого-то выбрать для такой работы. Было много обсуждений и мне предложили такую работу. Эти случайные полеты НЛО перед камерами делаются, чтобы люди могли начать задавать вопросы. Альянс тайных космических программ был создан из перебежчиков и всяких разных космических программ. Их общая цель положить конец тирании на Земле, осуществляемой тайным правительством. Они хотят внедрить на Земле технологии использования бесплатной энергии, также внедрить медицинские технологии, способные излечить любые возможные болезни. Эти технологии обрушат финансовую систему и необходимость не отпадет, а также рассказать обо всех преступлениях против человечества, совершаемых элитой на протяжении многих лет. После этого всего жизнь людей изменится и будет похожа на жизнь в фильме «Звездный путь». А пока элиминаты пытаются держать нас под контролем, чтобы мы оставались планетой рабов, а не смотрителями. Нас пытаются держать подальше от продвинутой технологии, чтобы мы не стали межзвездной расой. Смысл секретности в том числе состоял в обеспечении беспрерывной передачи власти и поддержании национальной безопасности. Считалось, что система, в которой каждые четыре года люди во власти могут сменяться в результате выборов, не может полностью отвечать за реализацию проектов, на которые требовались многие годы и даже десятилетия. Военные и корпорации не захотели, чтобы продвинутые космические программы зависели от политической обстановки. Наоборот, они хотели, чтобы это был стабильный, непрерывный процесс технических разработок и решений. Должен производиться конечный продукт без угрозы сокращения бюджета или смены руководства на местах. Поэтому они не захотели никакого контроля. Оглядываясь назад, теперь мы понимаем, что это было ошибкой. Когда такой подход стал проблемой и повлек за собой юридическую или, откровенно говоря, уголовную ответственность, стало понятно, что это стало незаконно. И что единственно верным станет вернуть проекты в полную юрисдикцию законодательной и исполнительной власти, тем более, что эти программы уже созданы и полноценны. Но дело в том, что мы имели перенасыщенный бюджет, на котором паразитировали и из которого воровали некоторые люди. И им не нужны сейчас аудиторы, которые начнут проверять и привлекать их к ответственности за потраченные деньги. Поэтому те, кто не желает, чтобы на это все пролился свет, готовы бороться и мешать раскрытию секретных космических программ. Но и мы, хоть и уважаем закон, не собираемся рубить с плеча и делать что-то безумное. Мы не хотим перевернуть лодку и нарушить порядок нашей цивилизации. Все процессы протекают под поверхностью. Идет борьба и разведывательные операции происходят с обеих сторон. Люди погибают, идут ожесточенные перестрелки. Были и воздушные бои, были столкновения в космосе. Это все невидимо происходит вокруг нас. В некотором виде теневая война происходит и между ВВС и ВМФ США на протяжении десятилетий. Именно военно-морской флот в значительной степени наш друг и он является частью Альянса. Когда произошла атака 11 сентября, были уничтожены целые здания. В том числе удар пришелся на здание Пентагона. Был поврежден нижний уровень здания. Был применен управляемый снаряд, потому что обычный авиалайнер просто не смог бы подобраться так близко к земле без закручивания, а ведь он достиг нижних этажей. Это был не самолет, это был дрон, небольшой самолет, который сложил крылья и ударил по Пентагону как ракета. Эта ракета попала в офис разведки военно-морского флота, который был одним из центральных звеньев Альянса, борющейся против клики. К сожалению, многие документы, доказывающие ее преступления, были уничтожены. Это все произошло очень внезапно. У Альянса есть эти крошечные камеры, которые можно прятать внутри болта, например, в пожарной сигнализации. Это крошечная точка, которую вы даже не увидите. И у них есть записи внутри Белого дома, они получили записи из Богемской рощи, у них есть записи ритуалов жертвоприношений, и сейчас у Альянса накоплено невероятное количество этой компрометирующей иллюминатов информации, которую они собираются использовать. Мы увидим много обвинений, но то, что касается преступлений против человечества и торговли людьми, здесь возможно будет небольшая задержка, чтобы избавить людей от слишком большого расстройства, потому что на свет выйдут очень ужасные вещи, массовая торговля людьми и преступления против человечества. Люди просто откажутся в это верить. Конечно, так или иначе Альянсу придется высвободить эту информацию, но они хотят делать это медленно и постепенно. Сейчас между альянсами Кабалой продолжаются переговоры, и они больше склоняются к соглашению медленно выдавать информацию, ведь в переговорах мало людей с чистыми руками, и все они могут получить обвинения в ответ. Ну, вы думаете, что нет таких материалов в отношении нашего руководства или Советского Союза, когда можно выступить и разоблачить? Получается, что теряются авторитеты? На протяжении свыше 50 лет русские американцы сотрудничали в космосе и строили эти космические станции аванпосты вне нашей планеты. И пока они не готовы раскрывать это полностью, но готовы уже объявить о самой простой секретной космической программе военно-промышленного комплекса, которая состоит из небольших овальных кораблей и треугольных кораблей, которые обслуживают находящиеся на невысокой орбите две космические станции, такие круглые в виде пончика. Вот об этом и будет сначала объявлено публике. Они готовы начинать делать раскрытие, но этим раскрытием они хотят манипулировать. Они готовы признать, что есть какая-то секретная космическая программа и есть передовые космические технологии, но они хотят подать это в искаженном виде, чтобы иметь возможность удержать власть. Проходит много встреч, на которых обсуждаются варианты раскрытия и то, как оно будет выглядеть. Есть альянс секретных космических программ, есть военный альянс, политический, и все они чего-то опасаются, не хотят выставлять напоказ свое грязное белье, и поэтому пытаются управлять процессом раскрытия. Они проводят много переговоров о том, как это будет происходить, и есть опасность, что мы можем получить только часть пирога, вместо целого. очень сложно будет выдать сразу всю информацию обычным людям. Как объявить о том, что 10,5 миллионов людей уже живут на Марсе, вместе с инопланетянами, рептилиями и жуками, гигантскими разумными жуками? Это ведь невозможно, в это никто не поверит. Там такое количество информации, которую никто вот так легко не воспримет, поэтому придется выдавать информацию по частям, это будет делаться малыми дозами. Невозможно все сразу на нас вылить. Они же не могут сказать, слушайте, люди, мы уже давно в космосе и деньги на самом деле вам больше не нужны. Энергия бесплатная и мы все это время вас обманывали. Желание произвести массовые аресты существует уже многие десятилетия, но тогда Кабала была бы вынуждена арестовывать саму себя, ведь у нее есть люди, контролирующие Министерство обороны, все ветви правительства США и других правительств. Согласно последней полученной мной информации, мы, наконец, оказались в положении, когда можно производить массовые аресты. Единственное разногласие состоит в том, сколько арестов будут проводиться публично, а сколько по приговору тайных судов. Федеральные обвинительные акты скрепляются печатью, чтобы детали обвинения не доходили до актеров или людей, помогающих обвиняемым. Наилучший способ избавиться от организации это начать выдвигать обвинения одному человеку за другим. Уже существует больше 60 тысяч запечатанных обвинительных заключений, и эту информацию вы сможете увидеть на официальном правительственном портале в электронной службе судебных записей по адресу pacer.gov. Там присутствуют все обвинительные заключения, предъявленные в разных штатах, и вы можете их посчитать. В среднем раньше их было около тысячи в год, а теперь их больше 60 тысяч. Запечатанное заключение это результат работы большого тайного жюри. Для создания такого жюри требуется группа от 12 до 23 граждан США, которые дают информацию и свидетельские показания прокурорам. И важно понять, что в данном случае прокурором является либо федеральный прокурор США, либо окружной прокурор данного округа, либо генеральный прокурор штата. На основании показаний прокурор обвиняет конкретного человека, но который не приглашен на заседание и который даже не догадывается о том, что происходит. Прокурор выступает и члены большого жюри должны решить, достаточно ли причин, чтобы привлечь человека к ответственности. И если они имеются, то создается запечатанное обвинительное заключение, которое до поры до времени содержится в тайне. Невозможно узнать имя человека, пока они не распечатают конверт. И только после этого его немедленно арестовывают, а затем проводится обычный суд присяжных. Очевидно, что сейчас разворачивается уголовное преследование организованной преступности в США. Действительно, это сейчас происходит и мы ждем массовых арестов. Многие из этих людей уже сейчас находятся под стражей и они даже не знают этого. В их службы безопасности проникли и теперь их телохранители превратились в тюремные команды. Они думают, что эти люди защищают их и готовы в любой момент ставить их в аэропорт, чтобы помочь улететь из страны. Нет, эти люди в основном негласно держат их под домашним арестом. И участники Кабалы даже не догадываются об этом. Та позитивная сила, которую мы называем Альянсом, тоже обладает доступом к технологиям секретных космических программ. У Альянса есть эти технологии и теперь он может сбивать космические корабли драко-рептилий. Некоторое время назад такое произошло над Антарктидой, когда группа драко-рептилий попыталась сбежать из своих баз, находящихся в массивных подлёдных пещерах. Их корабли были сбиты неизвестно откуда появившимися другими кораблями, по форме, напоминавшими логотип компании Chevron, очевидно принадлежащей людям. Нам предстоит ещё много сражений, но очень похоже на то, что мы выиграем эту войну. Есть инопланетные в некоторой степени в этом препятствуют их собственные системы законов, правил и соглашений, которые регулируют, что они могут делать, а чего не могут, на каком уровне они могут действовать и взаимодействовать. Поэтому те расы, которые хотят помочь, делают что-то и максимально нам оказывают помощь в рамках своих законов. Они активно воздействуют с нами и стремятся произвести позитивные изменения, хотя, возможно, не в такой степени, как нам бы хотелось. Помогать нам хотят многие виды существ, но также есть и те, кто по-прежнему помогает тоталитарным элементам в человеческом обществе, в поддержании их власти, потому что им это выгодно. Именно поэтому мы находимся в состоянии войны. Позитивные инопланетяне сейчас не могут открыто вмешаться в ситуацию на планете потому, что у группы архонтов Химера имеется экзотическое оружие, плазменные топлет-бомбы, обеспечивающие режим карантина планеты. Это экзотическое оружие чрезвычайно опасно, ведь если оно будет активировано, планета Земля прекратит свое существование. Это и есть главная причина, по которой позитивные инопланетные расы не вмешиваются. Да, они уже смогли удалить страпельковые бомбы и физические топлет-бомбы, так называемый черный камень. Все это было очищено. И теперь осталось разобраться с самым сложным, с плазменными топлет-бомбами. Позитивные силы вмешаются и проведут операцию на поверхности планеты сразу же после того, как смогут отключить эту последнюю экзотическую защитную технологию темных сил. Мы ожидаем силовые операции. Могут произойти какие-то военные действия в крупных американских городах. Скорее всего, они пройдут в городах, где сосредоточена финансовая составляющая кабалы. Вероятно, отключение электричества до момента завершения операций. Поэтому людям, живущим на Западе, очень рекомендуется иметь двухнедельный запас воды и пищи, потому что может быть временный срыв поставок товаров и услуг. И как только произойдут аресты, будет выпущено 26 видеофильмов, содержащие всю информацию. Они будут транслироваться на основных телеканалах, и в них будут выступать публичные, высокопоставленные люди, те, которых мы все очень хорошо знаем. И они нам расскажут и все объяснят. Они расскажут о тех вещах, про которые мы сегодня говорили, и это вызовет массовое пробуждение людей. когда событие на поверхности планеты произойдет, контролеры Ротшильдов будут арестованы и у руководителей средств массовой информации будет больше свободы для действий. Им будет предоставлена вся информация и население планеты получит сведения из основных СМИ. Во-первых, люди узнают о существовании внеземной жизни и их горизонты резко расширятся. Уже это важный позитивный аспект. Во-вторых, и это будет самый сложный момент, они внезапно столкнутся с реальностью огромной сети кабалы, которая занималась своими грязными делами на планете и совершала огромное число злоупотреблений. Все это будет предано гласности, и люди будут весьма потрясены. Они испытают сильный шок, когда поймут, что происходит. И после того, как произойдет этот первый шок, после того, как произойдет это первое пробуждение, начнется полная перестройка человеческого общества, произойдет перезагрузка финансовой системы, все богатства станут общедоступными, возникнет изобилие, появятся новые технологии и новые виды исцеления. Человеческому обществу будут представлены продвинутые технологии, и это будет очень важно в сложный период исцеления человечества. В какой-то определенный момент произойдет некий взрыв, когда огромное большое количество людей, большая часть человечества проснется и осознает то рабство, в котором оно находится, и выйдет из него. Как только все люди, большинство людей на нашей планете узнают о мировом правительстве, теории заговора, темных сущностях, полностью это поймут и осознают, тогда вся эта пирамида рухнет. Причем она рухнет очень быстро. Сейчас мы пребываем на позитивной временной линии, предусматривающей раскрытие Кабалы. Станут известны все ужасы, которые они творили, все преступления против человечества. Поэтому сейчас они засуетились и осознали, что окажутся в тех самых концентрационных лагерях Фема, которые сами же и построили. Они надеются на то, что смогут убежать на свои базы, спуститься под землю и жить там. А когда все успокоится, вернутся и захватят власть. У Кабалы есть искусственный интеллект и технология, позволяющая моделировать будущее, чтобы выяснить все вероятности того, что будет происходить. Благодаря этому, эти люди много раз срывали попытки массовых арестов. Но сейчас Кабала обеспокоена. Они выяснили, что игра проиграна, и стараются переместить тонны грузов и персонал на свои секретные базы в Южной Америке и на базы, находящиеся подо льдом в Антарктиде. Они пытаются сделать все возможное, чтобы скрыться, потому что знают, что что-то происходит. Но все они будут отслежены и привлечены к ответственности. Технологии, которые у нас есть, не позволят им нигде скрыться, в том числе и в космосе, на их базах в Солнечной системе. Им там не спрятаться. Эти зоны сейчас контролируются альянсом секретных космических программ. Они могут только сбежать в другие Солнечные системы, используя системы порталов. Но тогда они будут в бегах на всю оставшуюся жизнь. Ведь все перемещения в порталах отслеживаются, остаются энергетические следы и несложно установить, кто куда перемещался. Чтобы вы знали, эти существа бегут не только от нас, но и внеземные расы, находящиеся за пределами нашей Солнечной системы, тоже неплохо о них знают. И за их поимку и возвращение назначены большие награды. Таким образом, им некуда идти. Тайное мировое правительство находится в непосредственном контакте с некоторыми расами инопланетян. И они уже давно имеют совместные базы как под поверхностью Земли, так и в космосе на спутниках. И в некоторых случаях на планетах, имеющих твердую поверхность в нашей Солнечной системе. Там применяются очень продвинутые технологии, которыми давно владеет военно-промышленный комплекс. У них есть сигарообразные космические корабли, передвигающиеся в глубоком космосе и имеющие длину 2,5 километра. Кабала сотрудничает с некоторыми видами инопланетных существ. Между ними были подписаны соглашения. После многих лет постоянной лжи люди хотят услышать правду. Президент должен издать указ, который освободит секретные патенты на технологии свободной энергии и сделает их доступными всему миру. Эти технологии в сочетании с новой гибкой финансовой системой помогут нам перейти от нефтяной экономики к чистой экономике всего за 7 лет. Президент Трамп знает о продвинутых технологиях. Его дядя был тем человеком, который открыл и очистил сейф Теслы после его смерти. Дональд Трамп вырос на рассказах своего дяди, слушая истории о свободной энергии. Мы находимся в начале тысячелетия. Готовы раскрыть тайны космоса, освободить Землю от болезней, несущих страдания и использовать энергии и технологии будущего. После инаугурации президент Трамп подписал несколько секретных меморандумов и заявил, что хочет высвобождения продвинутых технологий. Многие из этих технологий уже давно используются в тайных космических программах и он хорошо это понимает. Эти технологии, которые уже давно использует тайное правительство, включают в себя бесплатную энергию, которая является техническим решением для многих проблем. Мы сможем опреснить воду из океанов, а затем мы сможем закачать эту воду в пустыне и буквально орошать все мертвые зоны на нашей планете. Мы сможем полностью очистить мировой океан от всего мусора. Мы сможем устранить любую потребность в ископаемом топливе, снизить выбросы парниковых газов. Этими технологиями уже владеют группы в секретных программах. Не будет больше необходимости в лекарствах и не нужны будут никакие анальгетики. Единственное, что возможно понадобится хирургия, но в основном болезни можно будет лечить с помощью передовых технологий. Это приведет к продлению срока жизни. Во-первых, появятся репликаторы. Это устройства, которые полностью изменят жизнь. Они способны проявить все, что угодно из эфирной субстанции, создать пищу, любые предметы, и это каждый может сделать для себя бесплатно. Поэтому производство физических товаров больше не будет проблемой. Никто не должен будет работать физически, чтобы производить предметы. Так что вам не нужно будет работать, чтобы получить свой автомобиль, получить свой дом, получить еду. Все это будет обеспечено с помощью технологии репликатора, и она создаст изобилие. Во-вторых, появятся медицинские технологии, которые смогут полностью исцелять физические тела, просто манипулируя молекулярной и атомной субстанцией. Также появятся устройства, которые обеспечат бесплатной и чистой энергией каждый дом и каждый автомобиль. Затем появятся устройства телепортации, которые смогут перенести вас в любое другое место внутри сети на поверхности планеты, а затем и за ее пределы. Это все станет доступным, но вы должны понимать, что это будет постепенный процесс, который будет идти настолько быстро, насколько человечество сможет интегрировать информацию и технологии, которые будут выпущены. Наша цивилизация может выйти из застоя, в котором она находилась, будучи отрезанной от этих технологий здесь на Земле, и мы сможем продвинуться в 21 век. Единственный путь это раскрытие прогресса в технологиях, которые мы на самом деле имеем уже многие годы и успешно применяем в секретных программах. Загрязнение воздуха, океанов, утилизация мусора, дефицит энергии, медицина, продовольственное обеспечение. Любая из этих проблем сможет найти решение. Конечно, это все давно существует. Голода больше не будет. Это как будто все одномоментно выиграли в лотерею. У всех будут репликаторы, и все смогут каждый день жать на кнопочки и пробовать всякие новые блюда. И никакой необходимости в денежном обороте больше не будет. Нет, но если вам очень захочется, вы используете репликатор, и он вам сделает золото или серебро. Идея отсутствия денег может многих выбить из колеи. Они скажут, что это социализм или коммунизм, и что мы попадем под еще больший контроль, потому что деньги уже не смогут противостоять всем этим нововведениям. И что если дать землянам подобную свободу, все станут целыми днями распивать пиво и будут бездельничать. Будут некий переходный период, когда люди немного сойдут с ума из-за доступа к новым технологиям. То есть многое перед ними будет открыто. Но сначала мы пройдем процесс встречи с прошлым и примирения с ним. А затем всем захочется отправиться в путешествия по миру, а потом и по всей Солнечной системе. Люди увидят там много всего интересного. Мы будем в космосе. Там уже построено много баз, на других планетах и спутниках. Там есть все необходимое для жизни. Конечно, люди пойдут в космос, когда это все станет раскрыто и доступно. Ведь им не придется волноваться об оплате счетов. Если мы хотим стать межгалактическим видом, если мы хотим взять эти уже построенные корабли и путешествовать на них по всему космосу, в космосе. И уже есть технология, позволяющая резко увеличить продолжительность жизни человека. Есть технология, позволяющая нам путешествовать через порталы и перемещаться через огромное количество световых лет почти моментально. У нас уже есть буквально все инструменты, чтобы прямо сейчас войти в эпоху Стартрека. А если вы захотите остаться на Земле, то нам всем хватит здесь жизненного пространства. Мы способны прекратить истощение технологии, позволяющие вообще не пользоваться природными ресурсами и не оказывать вредного влияния на биосферу. Есть технологии, которые должны стать достоянием всех. Мы сможем очистить океаны, весь плавающий в них мусор, разливы нефти и прочее прочее. При наличии такой технологии на это ушло бы всего два дня. Единственная причина, по которой мы не имеем все это в публичной сфере, из Кабалы, которые считают, что люди вредны для окружающей среды, и они должны сначала резко сократить количество населения, иметь абсолютное господство над всеми, перед тем, как они выпустят эти технологии. Поскольку есть люди, препятствующие раскрытию, нам придется проталкивать этот процесс еще более жестко, и нам нужно больше людей, чтобы вырошить это гнездо, и это моя работа в том числе. Как только мы будем уходить дальше в сторону процесса раскрытия, так с помощью альянсов и международных союзов мы сможем добраться до следующих уровней, и будет выпущено еще больше информации, которая потрясет наши убеждения. Человечество пока считает себя негодовым, ну, те, кто правит человечеством, потому что истина, наверное, слишком будет жестока по отношению и к человечеству, и к тем, кто организовал всю эту игру под названием «История Земли». Сначала, после того, как раскрытие произойдет, это может оказаться разрушительным. Оно не создаст утопию, а скорее вызовет много проблем. Вы ошибаетесь, если думаете, что все раскрытие произойдет быстро и сразу, что, например, президент выйдет к телекамерам с инопланетянином. Такого не будет. Сначала он сделает заявление, что это реально, и даже в тот момент с ним многие не согласятся. Христиане скажут, что инопланетяне это демоны, а движение Нью Эйдж из Калифорнии скажет, что это наши космические братья из Галактической Федерации Света. Поэтому уйдет много времени, чтобы устранить пробелы в знаниях. Будет много дискуссий, кто из инопланетян нам друг, а кто враг. У кого-то будет страх, и этот страх может оказаться достаточно разрушительным. И будет очень много людей, злых и недовольных тем, что им лгали в течение всего времени, из поколения в поколение. Может быть выпущено такое невероятное количество информации, что это потрясет людей. Многие не смогут мыслить здраво, когда осознают, насколько много им врали. Это может травмировать многих. США, Канада и Великобритания держат в секрете сведения касательно контакта с внеземными существами. Я очень жду того периода, который можно обозначить как период раскрытия информации. Я думаю, что сейчас правительство вполне может заявить. Да, мы скрывали все это, но мы делали это, потому что общество было не готово к этому. Сейчас же уровень развития позволяет нам заявить, что да, определенно был контакт с внеземными цивилизациями. И если достигнем высокого уровня развития, а мы все еще развиваемся, мы станем частью Межгалактической Федерации Разумных Существ. Будет переломный момент, когда позитивные силы на планете начнут сотрудничать с Галактической Федерацией и лучшие люди в промышленности и в правительстве смогут объединиться, чтобы создать на Земле новую реальность. До тех пор, пока Земля разобщена, пока люди страдают агрессией, ненавистью представителям другой расы, другого цивилизационного уклада, с ними никто вести беседу не будет. И только тогда, когда Земля станет единым целым, когда это как единый организм функционирует слаженно, когда исчезают войны и формируется тогда мировое правительство, которое основано не на трудовом рабстве, не на финансовом рабстве, должники, не на религиозном рабстве, когда только люди одной веры, и на других форм порабощения людей, я подчеркну, когда это сообщество свободных людей, понимающих свою высокую миссию принадлежности к жизни на Земле. И вот это тогда будет та панель, тот орган, то представительство Земли, с которым можно будет вести диалог. Человек и человечество должны стать единым целым. и один из моментов является исключительно важным перестать вестись на схему разделяй и влавствуй. Если вы манипулируете огромным населением и вас сравнительно мало, то вам необходимо разделять, чтобы влавствовать целевой аудиторией, а мы позволяем этому происходить, совершенно не задумываясь об этом, а мы относим себя к различным политическим движениям, религиям, стравливаем им между собой, мы отстаиваем свою систему научных убеждений, противопоставляемую системе религиозных убеждений, нам нужно забыть об этих разногласиях, сказав подождите-ка, что-то тут не так, этот глобальный фашистский замысел нацелен против всех нас одновременно, а значит, что если мы не объединимся сейчас, отложив в сторону наше отличие друг от друга, и не сфокусируемся на том, что должно нас объединять, что повлияет на нас в целом и уже влияет на всех нас без исключения, то когда мы наконец окажемся в этом концентрационном лагере, если до этого дойдет, у нас тогда будет время для содержательной дискуссии, у кого самая миролюбивая религия, и кто голосует за самого честного политика, и у кого самое лучшее, что бы там оно ни было, но к этому времени будет просто поздно. То, что сейчас происходит в мире, это вообще это катастрофа, это говорит о том, что общество сейчас развивается неправильно, то есть она какой-то патологический процесс развития общества, когда на первое место ставится получение прибыли или там собственное благополучие, когда решают, что давайте часть населения выживет, а другая часть должна почему-то погибнуть. Невозможность прямо вмешаться является причиной того количества безумия, которое происходит на планете Земля и является космической крайней аномалией. Это не то, что является обычным явлением в космосе. Действительно, было много сражений по всей галактике, где раньше происходили галактические войны, в которых целые планеты были уничтожены, но это были краткосрочные события. Было очень мало планет, которые были заняты в течение многих тысяч лет и испытали такое количество страданий и насилия. Это происходит потому, что темные силы решили использовать эту планету как свою крепость, ведь Земля это очень красивая планета с большим биологическим разнообразием. Она очень близко расположена к некоторым из важных галактических порталов и темные силы захотели использовать эту планету для себя и разводить на ее поверхности расу рабов, которая бы работала на них. Но сейчас идет освобождение планеты. Был достигнут определенный прогресс, но сейчас я больше ничего не могу сказать о текущих операциях. Для их эффективности эта информация является пока секретной. Если вы смотрите это видео, вы часть сопротивления. Вы часть общества, которое пробуждается. Познавая эту информацию, обучаясь правде, тому, что на самом деле происходит в мире, вы в будущем сможете помочь успокаивать людей, когда раскрытие произойдет. Потому что некоторые материалы будут настолько расстраивающими, что будут люди, которые не захотят вставать с постели. Многие люди предпочитают отводить взгляд, когда сталкиваются с подобной информацией. Моя мать однажды в разговоре сказала, что «Дэвид, я не хочу жить в мире, где это правда». И я ответил «Мама, ты не можешь отменить тот факт, что это существует, и доказательство всему прямо перед тобой». Многие люди не хотят смотреть на это. И, конечно, это можно уважать, но если вы не хотите смотреть на это, вы являетесь частью проблемы, потому что вы прячете голову в песок, и вам не хватает смелости встретиться с этим. Если вы просыпаетесь, если у вас есть мужество, чтобы распространять эти знания, распространять правду, обучать и информировать людей о том, что происходит на самом деле, это здорово. Необходимо огромное количество инициативных людей, есть космический закон, который гласит, что Каббала не имеет права стрелять в так называемых работников Красного Креста. Если вы хороший человек, если вы пытаетесь сделать все, чтобы быть честным, быть любящим, будьте уверены, что Каббала ничего не сможет вам сделать. это лишь выбор, который ты можешь сделать сегодня, можешь сделать сейчас. Открываю ли я свой разум для все возможности, или я отвергаю все, во что не верят все остальные? И когда ты живешь в сумасшедшем мире и делаешь выбор далее не быть сумасшедшим, появляются сложности, поскольку остальные все еще сумасшедшие, люди могут меняться мгновенно в эту минуту, слушая нас, если сделают такой выбор. Откройте свой разум, откройте свое сердце, следуйте за своей интуиции, вместо что я думаю, как я думаю, что я чувствую, что ты чувствуешь, сделайте это, и ваша жизнь изменится. Человечество подошло к такому рубежу, когда оно должно стать другим. И поэтому, скорее всего, никак нет света, а конец тьмы. Оно должно прозреть, и осознать себя как светящим носителем божественной искры, творцом, или по крайней мере сотворцом. Изменения на Земле лишь повторяют изменения, недавно произошедшие в космосе. Год назад я побывал на космической станции на встрече существ из Суперфедерации, осуществляющей над человечеством 22 2 генетических программы. Они возились с нашей генетикой, а также с нашей духовностью на протяжении многих тысячелетий. На встрече было объявлено, что эти генетические программы подходят к концу. Людям будет предоставлена возможность самоуправления. Когда наша генетика меняется и люди начинают обретать больше контроль над генетической и духовной частями эксперимента, тогда другие существа удаляются из ситуации. Это соблюдение космического закона. Сейчас человечество постепенно становится звездной расой. Оно само начинает управлять собственной генетикой и духовностью, поэтому у нас больше не будет кучи пришельцев, претендующих на то, чтобы быть нашими богами. Ожидается, что в новой суперфедерации у представителей Земли будут свои постоянные места. Очень скоро мы сами начнем контролировать все, что происходит на планете. Мы узнаем намного больше о космосе и станем частью космического соседства. Нам всем предстоит войти в наш золотой век. Субтитры Субтитры Субтитры